Я из города Омска, мне 25 лет. Играю в покер около 5 лет, из них более, так скажем, серьезно. До этого это все было так, что востоке. Когда я только узнал о покере, я думал, что это просто игра удачи какой-то. Потом, когда я познакомился с ним получше, я понял, что это интеллектуальная игра и у нас в России это считается азартной. И я понял, что это не просто какая-то удача, что можно все-таки, имея кое-какие навыки, поймите имущество перед партнерами. Я начал смотреть видео с турниров известных, как катает, допустим, тот же Нигриан. Это все было так очень интересно. Ну, вообще, это совокупность, конечно, факторов, потому что нельзя просто хорошо знаем психологию играть в плюс без математики абсолютно. Не знаем шансов вообще. И я думаю, что наоборот, как люди реагируют на статк, как они двигаются. Мне, допустим, это моя первая серия, что я все эти три дня находился в очень большом отражении. Вот до последнего момента просто жуткий мандраж. Местами он настолько сильный, что я даже не мог произнести статк. Ну, на самом деле, я не успокоился, и вот так и сейчас чувствую, что я начинаю не пропускать, когда я понимаю, что все действительно так хорошо для меня закончилось. Да, конечно, во-первых, это потому, что я не МПТ играл, я играл в СНГ, но как-то они меня не привлекли, и я ушел в хит-запах. Долго там практиковался, у меня ничего не получалось, и в последнее время я чувствую, что стало получаться лучше. В игре именно 9 макс мне всегда более сложно, чем в игре 3 макс. Когда мы остались втроем, я себя стал чувствовать очень уверенным, потому что это ближе к моей стихии. Ну, и не без удачи, конечно. Такие турниры без удачи не тащатся. Я сделал несколько переездов. Ну, как говорят, дистанция все вернет, если меня переезжают, это я должен переездить для справедливости. Ну, скажем так, в день А, первый день, все-таки больше было какой-то там практики. Второй день мне абсолютно не везло, я просто просидел весь день. То есть не было игры, если у меня запрет более-менее какая-то карта, я вижу, что оппонент длилает рейс, после этого 3 бета, и рука у меня вообще не играется, и не было скидывать. Я так сидел очень долго. Вчерашний день тоже, ну и безусловно, очень баллыно. Так игры было немного. Стэк был настолько короткий, я увидел два пола, и, как правило, шансы невелики. И, особенно, если ты чувствуешь, что тебе очень долго не везет, и оппоненты всегда что-то рейзят, как правило, не в пука. Когда увидел утроение, я удивился, на самом деле. До этого я вообще не попадал в ход. То есть если я открываю писька руль, там не мое, и прочее. На светов ничего и не. А здесь я почувствовал, что вот это на этой пятиминутке какая-то надзывается. Конечно, во-первых, это уверенность. Чувствуешь себя более уверенно. Плюс неплохая прибавка в банкрот. Ну, более дорогие я не стану играть. У меня есть определенный план, который, если я выполнил... Ну, как это, как правило, побитие лимита. Если ты бьешь лимит, значит, ты позволяешь себе перейти выше. Просто так, поймев некоторое количество денег, лезть на лимит выше, я не вижу смысла. Какие-то сильно изменения могут быть, потому что, ну, это не маленькие деньги. Таких выигрышей в МТТ у меня еще не было. Да, Дима, безусловно, поддерживал меня, когда я откроился, когда шел специально. В целом, ну, от лотос игроков, да, думаю, что морально они были со мной, потому что это приятно. Прям повторять не хотелось бы, потому что каждая личность индивидуальна. Я как игрок, но, может быть, другой у меня, другой стиль игры, может быть, и прочее подкопировать мне неинтересно. Поэтому что-то должно быть всегда свое, свой стиль игры и свой путь.